Здравствуйте, меня зовут Роман. Я занимаюсь мягкой мебелью. Тут попало на ремонт кресла в советские еще, наверное, 70-х годов. В принципе, тут даже рассказывать нечего, что как делать, тут оно и так все видно. Расскажу на всяких случаях. Давненько у меня не было видео на канале, как я из чего и зачем, что делал. Прежде всего, я отмыл полированные дощечки на подлокотниках. Их потом нужно будет скрыть по-новому, ну, я слишком не заморачиваюсь, скрыть по-новому тонким слоем лака. Для этого нужно отмыть грязь. Пока они стоят вот так вот на кресле, удобно работать. Отмыть можно любым средством, сольвент, я не знаю, что у вас есть. Дература. Растворитель любой, там 650, в общем, 600 и растворитель. Прежде всего, я отмыл вот эти вот. Можно отмыть также ножки. Смотреть надо, там некоторых они будут белеть, но если потом сверху лаком оно, белесость, это должна убраться, в принципе. Я уже тут разобрал его. Один, два. Два. На трех болтах. Прежде всего, вот здесь внизу. Надо этот пыльничек убрать. О, скобы от... И сзади... Вот этот... ДВПшка. И под ним дам болты. Болты откручиваете, в принципе, так разбираете. Ну и дальше... Все надо со всех частей снять ткань. Запоминайте, желательно. Фотографируйте, как... Где было собрано. Вот смотрите. Здесь завернута ткань... С той стороны, где болт торчит. Вот эта завернута. Не вот сюда прибиваете, а вот сюда. Здесь потом будет спинка, как видно, вот след еще остался. Сидушка. И она закроет вот этот шелк. Ну, а тут будет... Тут будет внизу прибиваться. Вы даже запоминаете. В некоторых так идет здесь... Накладочка. Сначала одна половинка прибивается сюда, потом накладочка. Потом вокруг накладочки вот так. А здесь не заморачивали сразу целый кусок. Тоже хорошо. Вот так вот. Пока разбираете. А потом будем собирать. Забыл сказать. Я начну работу с того, что... Зачищу немножко... Эти... Планочки. Наждачкой. И... Полакирую. Потому что лак у меня акриловый. Долгосохнущий. Пока они будут сохнуть, я буду делать диван. Потому что... Это из кресла. А пока я буду... А то получится я сделаю кресло и его можно уже будет отдавать. А... Планочки сохнут. Ну вот. Сегодня покрашу и до завтра они будут сохнуть. Вот так и вам советую. Сразу их... Отмыть от жира. Потому что жирные ручки. Зачистить наждачкой. Ну... Смотрите интенсивность как сами... Совсем снимать лак. Или просто его немножко... Немножко так зачистить, чтобы лак... Новый лак хорошо прилег. Потому что если вы будете совсем снимать... Потом заново надо молить. И лакировать уже будет не надо... Надо будет не в один слой, а уже в два или три слоя надо будет расклакировать. В общем смотрите сами. Маленькая... Маленькая заметка. Если у вас такая ситуация случилась... Вот... Порвалась резинка. Некоторые люди химичи там берут... Камеры от машин каких-то там... Грузовых или от велосипеда... Ставят вместо нее... Но... Я вам скажу, что это никуда не годится. Я такие разбирал... Кресло... Видел... Они... Камера от велосипеда... Долго... Не от камеры от автомобиля... Она долго не продержится. Ну... Года два... Три. Она потом преет... Зайчики там... И все это рвется... Ну... В общем... Никуда это не годится. Я... В таких случаях поступаю... Диван из... Кресла с разборки... Там беру... Выковыриваю... Ставлю... Меняю... Ну... В данном случае... Я попробую натянуть... Это будет трудно... Ну... Плоскоррупциями... И... На то место прибей... Сначала надо убрать... Тот кусочек... Что остался... И... Прибей... Сейчас я это... Сделать... Попытаюсь... Открывая... Открывая... Проскоррупциями... С dudes... Продолжение следует... 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 Смотрим, если, например, габардин, ткань тканная, у него вот так вот нитки крест-накрест, поэтому видно направление, ну и вообще по рисунку смотреть надо направление, чтобы ткань не смещалась туда-сюда. Спасибо. 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 Если ткань не перетягивать, чтобы вот тут волн не образовалась, волненько должно быть. Спасибо. Спасибо. Так сильно прибивать сидушку не надо, потому что еще эта часть, она так же сюда, да, а так же сюда завернется и в этом месте тоже придется. Прибил я спинку, прибиваю я спинку, что-то меня подводит мой смартфон, я включил запись спинки, что-то говорил, я уже не помню. В общем, та самая история. Выключился смартфон и запись прервалась. Тоже смотрим за рисунком. Здесь прибивается к тому же месту, где прибивалась сидушка, вот сама ткань. Натягивается там же, где прибивается, там где сидушка получается. Сначала сидушка прибивается, потом спинка сюда же. Тоже смотрим, чтобы не было бул, чтобы не образовалась тут некрасивая яма. Как говорится, руками разладили и без фанатизма. Плохо видно, да. Сначала по углам прибили и дальше. Теперь, «…». Угу. Уж입니다. Уживи. 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 Пhua. Уживи. Продолжение следует... Дальше можно прибивать с боков. Здесь будет вот такой пыльничек. И ткань с одной стороны можно не подворачивать, вот так вот, не заворачивать, чтобы прибивать, но лучше подворачивать. Особенно я смотрю, гобелин, он такой, видите, вот, нитки высмыкиваются. Поэтому лучше вот так подвернуть и прибить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Видите? Продолжение следует... Продолжение следует... Сначала мы сделаем сидушку, примерно вот так, чтобы она чуть больше сюда, от угла до угла, чуть-чуть в эту сторону спинки. Отстегивай. Все надо было делать еще до того, как спинку прибивал. Отстегивай. 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 Это так. Отстегивай. 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 Продолжение следует... 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 зашить потай как это делать я не знаю буду объяснять или нет показывать можно конечно сейчас попробую локу взять надо хорошую иголка специально такая кривая так удобнее начинаем с уголка самого верхнего угла теперь идем параллельно каждые примерно 45 миллиметров я надеюсь видно ну на заводе так пришита было завода он могу показать тут то кресло не разобрано до конца узоре тут рядышком черная нитка присутствует так что если нитку и будет видно мою а будет сливаться с узором для этого нужно чтобы иголка была кривая чтобы было удобно поддеть так видите не так неудобно так вот даже где будет Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Подтягиваем в разумных пределах. Подтягиваем в разумных пределах. Смотрим направление полотна, как ведет ткань. Можно даже угольник приложить. Здесь подлокотник будет становиться. Здесь можно не заворачивать, но приливать надо хорошо. Если завернуть, то подлокотник достанет, но складка будет мешать. Здесь подлокотник достанет. Заворачиваем на следующую сторону. Так, тоже снизу. Снизу, потом вверх. 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 Снизу. здесь можно уже лишнее отрезать приготовим и отрезаем лишнее ткани убираем 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 Вот, восьмерка, это шестерка, не добивает. Восьмерка, чтобы не добивает и гнется. Восьмерка, чтобы не добивает и гнется. Восьмерка. 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 Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. обстричь лишнее вокруг тепликов ничего не мешало дырки видно было или отверстия отверстия для тепликов их надо обстричь вот так вот так камеру поставил не видно нет да да ну вот вот и вот 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...